Мы в Волгинском Датсане. Сюда нас привела новость о том, что здесь запустили целое производство по выделке шерсти. Но этот проект является только частью государственной программы поддержки фермеров «Социальная Атара». Как вы знаете, инициировала ее буддийская Санкт-России, а поддержал ее Владимир Путин. Проект «Социальная Атара» реализуется с 2012 года. За 10 лет больше 80 семей из Бурятии, Забайкаля и Иркутской области получили по 300 овец с условием, что позже они отдадут 100 и гнят новому участнику программы. В этом году финансирование программы продолжилось и из резервного фонда президента России было выделено 33 миллиона рублей на покупку станков для цеха по переработке шерсти. Оборудование полностью новое, привезло из Китая. Устанавливали здесь Селингинского района мастера, все установили и вот сейчас работаем. Учимся пока. Результаты очень хорошие, то есть они с самого начала производства, то есть сразу пошел войлок, то есть такого хорошего качества, очень плотный. По объемам где-то, ну по разному бывает, но килограмм 100 в день мы вырабатываем. Цех запустили меньше двух месяцев назад. Все это время предприятие работает в тестовом режиме. За станками сами ламы и студенты буддийского университета. Начальник цеха Жаргал-Лама провел для нас небольшую экскурсию по всему циклу переработки. То есть вот у нас непосредственно не готовая шерсть. Вот она еще не готовая, то есть еще не стиранная и не дробленная. Пахнет. Конкретно это сырье привезено чабанами из села Ташир. Сейчас 4 тонна овечьей шерсти на ваших глазах превратятся в качественный войлок. Здесь у нас вот они, две моистные машинки стоят. В них погрузка идет по 100 килограмм в каждую. То есть мы умываем 200 килограмм за одну стирку. Ну в день у нас умываются где-то две таких стирки, ну соответственно 400 килограмм. Здесь вот у нас идет непосредственно отзим. Отзим центрифуги для отзима. И сушильные камеры. Сушильные камеры. Дальше у нас идет обработка вот здесь. Вот здесь вот это измельчитель. Измельчитель. Здесь это уже чистая? Да, то есть она стиранная, высушенная уже идет, дальше сразу будет измельчитель. Дальнейше у нас идет погрузка в бункер. Вот это будет лучший бункер. Здесь у нас это осторожно. То есть вот она. Здесь бункер у нас создает равномерный слой. То есть там вот выходная лента идет. После нее уже выходит, можно сказать, бойлок, да? Нет, вот дальше у нас идет чесальный аппарат. Вот он работает. То есть из него уже выходит очень ровное полотно расчесанное. Вот оно будет дальше, видите, на выходной ленте. Вообще вот это, то есть вот до прессов, вот это можно использовать для набивки одеял. И может мягкой мебели и так далее. Преимущество в чем то, что здесь нет никаких синтетических примесей. То есть это полностью стопроцентная шерсть. То есть только шерсть, больше ничего мы не добавляем. Ну и это аппарат, который отбивает, прессует, да? Да, вот здесь у нас уже идут иглопробивные станки. На каждом на станке есть разная толщина игл. То есть они как раз таки формируют слой. Вообще они между собой просто волокна связывают. Поэтому он называется именно иглопробивной. Вот, можете больше быть уже сформированный бойлок. Вот это у нас идёт толщиной 0,5. Ну он больше, наверное, для промышленных. То есть есть шеи, которые говорят, что именно вот этот бойлок 0,5 подойдёт для зимней одежды. И вот он уже на выходе. Могу сказать. То есть сами можете попробовать, насколько он крепкий. То есть он не рвётся, не расползается. Вот он, тёрный бойлок есть, есть белый. Вот 0,3 толщина, то есть потоньше. Это как раз таки для одежды, более лёгкой одежды. А потом дальше его уже там красят. Ну да, это уже у кого на что фантазии хватит. Когда весь механизм будет отлажен и выйдет на полную мощность, цехи планируют создать новые рабочие места. А продукцию из натурального материала начнут продавать по всей республике. Сейчас любой фермер может привезти шерсть на обработку в Иволгинский дацан. 60% готовой продукции фермер забирает себе. А 40% оставляет в качестве оплаты предприятию. Вот именно столько этот цех успел произвести с июня месяца. Если в деревне есть чабан и его отара, кто-то непременно займётся выделыванием шкур, кто-то шитьём одежды, изготовлением матрасом и другим производством. Прокомментировали буддийско-традиционные санки России. Таким образом в сёлах появятся новые рабочие места, а молодёжь перестанет стремительно покидать родные деревни. Никита Самбыциренов, Тамир Жаргалов. Программа «Вместе» Мирбайкал.